Мы продолжаем рассказывать вам про новости индустрии. Неделя только началась, но артисты уже успели создать несколько интересных инфоповодов, не говоря уже о том обсуждении ареста Baby Mellow, о котором мы вчера выпустили отдельное видео. В этом ролике мы также поговорим про Гогу вследствие того, что он записал еще одно большое и довольно важное обращение в виде ответа на некоторые обвинения. Также мы расскажем про еще один полуироничный конфликт, который произошел между двумя, казалось бы, давними друзьями. Слава КПСС и Букерам. Противостояние уже по традиции нашей рэп-игры произошло в Телеграме, и мы сегодня его обсудим. Также скажем пару слов про другие интересные новости. Например, про инициативу некоторых активистов запретить уже ставший всенародным хитом Дымок. Что ж, давайте приступать. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Слава КПСС в преддверии своего нового тура под названием «Уйти до зашквара» решил пропиарить свои будущие выступления при помощи различных ироничных конфликтов со своими близкими товарищами. И понятное дело, первым под раздачу попал Букер, которого Слава и до этого иронично булил в своих треках и социальных сетях. Например, вот так. Слава, я умоляю, прекрати этот буллинг. Потом в его телеграмме появились голосовые сообщения, где Слава раскрывал свои претензии к Букеру. Вот как они звучали. У Букера нету личности. Смотрите, Букер, чем он занимается? Вот в своем подкасте ВС Рэп, он просто мимикрирует под вот этих вот всяких идиотов, которые к нему приходят. И он разговаривает с ними, чтобы им было комфортно. Для этого он просто под них мимикрирует. Он даже интонации их как бы подделывает. Любую хуйню, которую они говорят. Он говорит, да, да, чувак, это очень умный, чувак, ты такой глубокий. Вот это как раз обнажилось с Трилпилом, когда он говорил ему, Трилпил, какая у тебя глубокая песня. И вот я Трилпил, говорит, нет, я просто хуйню написал, чтобы дебилам нравилось. Вот, и то же самое он сейчас делает в своем, так сказать, творчестве. Ну, я не знаю, но это тоже, но нет личности, это не Федя. Вот посмотрите, вот как он читает стихи, морда своя, просто копирует Леху Никонова. За каким-то непонятным, мы же знаем, Федя, он флегматичный, такой неконфликтный человек. А он берет истерическую эту интонацию Лехи Никонова, которая ему присуща как такому истерическому субъекту, и натягивает на себя. Ну, непонятно. То же самое с его последними песнями, когда он отрабатывает вот какой-то запрос. Стыдно, стыдно, вот быть приятным вот таким людям, которым хочется понравиться Букер со своими этими песнями, там, какие-то либералы, Дудю понравились бы, если бы он был либералом, а он кто? Он кто, я спрашиваю, он национал-социалист, кто Букер по политическим предметам? Либер, трянец, кто он, что это за атака на либералов? Что вообще происходит? Я вот добавлю, то есть, получается, Букер, это идеологический враг антихайпа. Вот он, когда пишет свои треки, он представляет вот человека, которому это должно понравиться. Это не от души идет, это вот не Букер, разве это Букер, вот этот вот Тавгай. А потом Слава продолжил, выложив вот такой кружок. Короче, Федя, жестко может быть, но правду надо говорить друзьям, я считаю, надо говорить правду, потому что если лгать друзьям, он говорит, все у тебя круто, но какой ты тогда друг? Федя, будь собой, я тебя знаю с детства, и раскрою свой потенциал, а не вот то, что от тебя хотят, то, за что тебя по головке гладят, это нам не надо, нам нужен ты. Чуть позже, правда, эти сообщения из телеграмма Славы были удалены, по его словам, по просьбе самого Букера. Тем не менее, для тех, кто не понял, про что говорит Слава, стоит пояснить. Недавно Букер выложил еще один клип, который теперь у него выходит регулярно и собирают неплохие просмотры. Клип на трек «Новогодняя», в котором есть и политические строчки. Также где-то три недели назад на VS Rap вышел подкаст, где в роли ведущего был Слава КПСС, а в роли гостя Букер. Это необычно, ведь вы все знаете, что подкасты всегда ведет именно Федя. Разговор продлился почти четыре часа. Среди прочего, была затронута тема ухода Букера из антихайпа, и оказалось, что решение о том, чтобы кикнуть Федю, принял Замай. Конечно, никакого конфликта это не предполагало, да его и сейчас, скорее всего, нет. Однако на новые высказывания Славы КПСС Букер все же ответил в своем телеграмме. Можно было бы спокойно сказать, что все это сделано по договоренности для разгона хайпа вокруг будущего тура Славы, если бы ответ Феди не состоял из девяти кружков, почти каждый из которых длится по минуте. И отвечал он, по мнению многих фанатов, весьма серьезно. Короче, друзья, перестал отвести дом, поэтому к действительно важным вещам перейдем к Славу КПСС для меня. Короче, два вот, без постеронии, без желания обшутить, два варианта Славян. Смотрите, либо это угар, если, да, реально просто некий угар, да, сгоняешь. Мне кажется, что в рамках угара там говорить, что твоя музыка может понравиться только холсом, или там, что все твои гости там умственно отсталые, да, какие-то дебилы. Ну, это, я не знаю, по-моему, это не угар вообще, это просто какой-то переход на личности, какие-то оскорбления, да, в Саратове. Мне кажется, что это не угарно, это, типа, грубо, да, глупо и как-то, ну, высокомерно, не круто. Если, типа, это в рамках угара, то это, ну, провальный угар какой-то, когда, типа, ну, никому не смешно, а в основном, как бы, ну, зато там в большом количестве людей обидно. То есть это не шутка, да, а такой, ну, просто, да, я не знаю, буллинг. Вот, а если серьезно, то, ну, какая, во-первых, какие вопросы за политическую позицию, Слав? Мы с тобой лично это все много раз обсуждали, ты прекрасно все знаешь, как бы, мы с тобой, общу в приватном разговоре, мы с тобой на дружеском, да, на каком-то обсуждении, на взаимном интересе, а как только это в публичный план выходит, ты сразу же начинаешь мне что-то дать. Спрашивает меня, какая, Слав, политическая позиция, о чем ты вообще говоришь? Что еще в этом менторском тоне, да, каком-то странном, что ты мне бросаешь? Спасательный круг некий, читаешь лекции Крипл, зачем ты вообще этим занимаешься, тем более на отдыхе? Что, моя политическая позиция, я центрист, какая твоя политическая позиция, там, со всеми, я за отмену 282, конец зла, вот это, братан, мне, ну, мне не важно, ты, как бы, можешь сам разбираться, сам ее репрезентовать, что ты для меня, какой вообще, о чем, о чем разговор, ты серьезно, ну, реально? А под конец Букер и вовсе выдал вот такое. И, как бы, суммируя, кроме вот этих вот поучений каких-то, что остается-то, просто какие-то оскорбления в духе, да, там, у тебя нет личности, твои, там, слушайте, твои гости, да, сам ты приспособленец, да, будь другим. Ну, я не знаю, по-моему, это не дружба вообще, как бы, поэтому, Славян, я вот в это вот какой-то ближе дальше, у нас, ну, не романтическая же, не клуб романтики, да, что ты можешь вот эти вот качели эмоционально устраивать, они мне, я в них участвовать не хочу, если ты так ко мне относишься, если ты за 10 лет нашего знакомства не выкупил, что я, как бы, все вот это то, что я, там, пишу музыку какую-то, что я искренне ее, реально проживаю в себе, что я реально за это переживаю, что я реально так себя чувствую, что ты за 10 лет думаешь, что я просто приспособленец, который, как бы, хочет заработать денег, В общем, так до конца и непонятно, по-настоящему ли поссорились букеры Слава КПСС, или это очередная постстраничная пародия на конфликт внутри тех же Вайпер. Так или иначе, весь этот биф вышел за пределы отношений Славы и Феди, ведь к нему присоединилась Дэд Блонд, но она уж точно в шуточной манере. Мемы, которые она пустила, вы можете видеть прямо сейчас на экране. Общественное движение ветерана России обратилось в Генпрокуратуру с просьбой запретить трек Дымок Ицека Ципера. Об этом сообщает телеграм-канал Шот. Новость появилась на сайте движения. Организации не понравилось, что песня призывает к употреблению запрещенных веществ. Шот отмечает, что Ицек Ципер живет в Казахстане, поэтому наказать его нельзя. Однако запретить песню в России все-таки можно. По данным издания, Игорь Ципер родился в 62-м году в Кастанае, а по национальности он украинец. Часто посещал Одессу и Киев. Также Шот пишет, что Ципер работал в сфере недвижимости, имел свой бизнес. Вирусный трек Дымок недавно возглавил Чарт ВК и Чарт Шазам. На клипе сейчас более 8 миллионов просмотров. Бэйби Мэллу сделал громкое обращение. После обвинений со стороны различных блогеров и общественных деятелей, сразу после его ареста, Гога заявил, что он с уважением относится ко всем нациям и к адекватным взрослым людям, а также заверил, что все, кто против этого, будут заблокированы в его телеграм-канале навсегда. Также рэпер обратился и к Екатерине Мизулиной. Всем привет, ребята. Создается какая-то недорогая атмосфера, основанная на фейках, распространенной вроде взрослыми людьми, ведущими себя хуже на с вами. Хочу сразу разложить по полочкам людей, у которых мозг меньше пиписки в улитке и не имеющих возможности допередать до этого сами. Давайте поговорим о национальном вопросе, вопросе затрагивания родителей. Я, как любой здравомысший человек, отношусь с большим уважением ко всем нациям, народам и также с уважением отношусь к адекватным старшим людям. То, что ты пи***, это никак не относится к твоей национальности. Это касается лично тебя, кто бы ты ни был. Блогер, рокер, бокер, королева интернета, без разницы. Будешь постан далеко и надолго и забанен навсегда у меня в канале, в канале моих ребят. Просто если ты затрагиваешь хоть как-то нации, я против этого, я против. Любите своих родителей, пацаны, всем добра. А теперь я хочу обратиться к королеве интернета, к королеве рейтеров, повелительнице всей РФСИ. Хочу попросить вас более ответственно относиться к своей работе и уделять хотя бы пару минут на проверку данных, которые вы выставляете у себя в соцсетях. Прекратите транслировать очевидные фейки в мою сторону. Ваши ничем не подтвержденные посты воспринимают как истину последние инстанции. И именно они работают на разжигание ненависти и наносят много вреда моему творчеству. Извинения ждать от вас, конечно, глупо. Просто признайте, что вы врете в своих треках, как это делают все порядочные люди. Латина может записать фит с Lil Crystal и Viper. В своих соцсетях он поделился фотографиями из Парижа. Примечательен тот факт, что, скорее всего, там сейчас также находятся Lil Crystal, Coangel и Nine Mice. На сегодня у нас все. Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!